все готово хорошо всем привет с вами максим гурьянов инструктор по фридайвингу и тренер по плаванию почему нельзя нырять часто без должного восстановления о чем может сказать ваше самочувствие на следующий день после нырялки декомпрессионная болезнь при нырянии с задержкой дыхания группа риска фридайверы подводные охотники и все кто ныряют задержкой дыхания в данном случае мы имеем дело с законом дальтона генри а именно технически происходит все следующим образом когда вы ныряете газы которые содержатся в вдыхаемом вами воздухе а именно кислород и азот под воздействием давления которое вы испытываете на глубине причем не на самых больших глубинах самые большие глубины это отдельный разговор очень хорошо всасываются в вашу кровь именно по этой причине в бутылке шампанского пока вы не открываете мне не меняется до давления газ находящийся под давлением находится уже в жидкости и вы не видите этих пузырьков которые появляются после того как вы открываете бутылку шампанского собственно бутылка шампанского в данном случае это вы сами и так каковы же причины возникновения декомпрессионной болезни у ныряльщиков с задержкой дыхания первая основополагающая причина это частные нырки без восстановления еще усугубляет фактор если ты нырки во время подготовки которых вы продолжаете передвигаться по поверхности выполнять какие-то физические действия время восстановления на поверхности всегда должно быть как минимум в два раза больше чем время вашего нырка запомните это пожалуйста помимо частых нырков без восстановления сюда добавляются и усугубляют уже текущей ситуации такие факторы как охлаждение перегрев вследствие неправильно подобного по подобранного снаряжения либо длительности нырялки либо температуры воды баня алкоголь после нырялки ну что друзья кто себя узнал подъем тяжести нагрузки тоже после нырялки могут быть провоцирующим фактором в чем же она будет выражаться любое отклонение от обычного состояния на день который следует за днем вашей нырялки легкая декомпрессионная болезнь может быть схожа с синдромами похмелья очень сильная усталость отсутствие аппетита тошнота тело которое вообще вам практически не поддается на который не поддается уже наверно ближе к средней степени тяжести дкб в общем в моей ситуации я ловил когда дкб у меня была легкая форма весь день я просто пролежал в постели я ничего накануне не употреблял из алкоголя просто неграмотно нырял с двумя группами своих учеников средний тяжелая степень дкб это то чем обычно пугают инструктора по скуба дайвингу это а не менее конечностей это появление пятен на теле но чаще всего это они менее или отказ конечностей это уже все ребята чревато восстановлением в барокамере и соответственно не просто барокамере а специальным врачом барологом сразу хочу вам сообщить что барокамера соответствующим врачом барологом есть только в очень крупных городах если только не в москве и в санкт-петербурге барокамеры просто есть в маленьких городах но нет соответствующих врачей которые выведут вас из этого состояния более того врачи в поликлинике если вы придете с такими симптомами просто не поймут что с вами произошло время будет тикать вы будете ходить по всевозможным анализам по врачам никто не будет знать в курсе вообще не будет в курсе того что с вами произошло соответственно добавьте к тому что у этих врачей в москве барологов может быть некая очередь это будет таки стоит денег вам в общем в эту ситуацию друзья мои лучше не попадать как же этого избежать повторюсь две самые главные причины интервал восстановления между нырками в 2 а иногда если ваши нырки глубже 20 метров 30 метров в 3 раза больше чем время вашего предыдущего нырка после которого вы восстанавливаетесь и вторая причина гидрация пейте воду даже если вам не не хочется шансов наступления декомпрессионной болезни в густой крови когда мы ничего не пьем кровь становится гуще транспорт кислорода и всего остального усложняется шансов наступления симптомов декомпрессионной болезни в такой крови гораздо выше что ж надеюсь данная информация была вам полезна ныряйте безопасно друзья мои подписывайтесь на этот канал ставьте лайк если видео вам зашло делитесь этим видео с вашими подводными друзьями пусть безопасных и комфортных нырков будет гораздо больше обязательно ставьте колокольчик в правой нижней части экрана чтобы получать уведомления о новых видео на моем канале с вами был максим гурьянов увидимся на поверхности и под водой